Саня! Эй, привет! Привет, друзья! Привет, Сашки! Сашка, мы тебя поздравляем! Поздравляем всю твою команду за то, что вы проходите в гранд-финал. Вы нереальные молодцы, вы показали нереальный уровень игры. А вот эти твои 2 кила на кэше, ты просто сумасшедший. Ты вот... Что ты ел сегодня утром? Сэндвич какой-то. Страшивая. Саш, такой вопрос. Вы, смотри, вы проигрывали 2 раза и первую, вторую карту, брали тайм-аут и просто меняли. Что вообще тренер там творит у вас? Расскажи, пожалуйста. Тренер поставил тайм-аут 2, что он сказал, и мы поставили... Он все время говорит, как они играют. На Коблстоуне он сказал, что если нам не дается занимать платформу на БФ, то нам надо играть пассивнее, и мы выиграли таким образом игру. А на кэше он сказал, что нам нужно играть побыстрее, за ним мать-миддл и сплитовать А. То есть идти на 7 и убивать их под... Да, и мы это сделали, мы послушали его и выиграли для карты. Саш, скажи, пожалуйста, вы конкретно к ним очень сильно готовились? Или вы же анализировали их игру перед этой встречей? Вы прекрасно знали, что они будут делать? Как вообще вам давалось? Потому что мы видели, что они играли очень халатно и не воспринимали вас всерьез. Вот как вам игралось на Кобле, на кэше? Ну, на кэше посерьезнее было. Это фнатики, они все время так подходят любой команде. Они не тренируются, не смотрят игры. А у нас наоборот. Мы каждого соперника, Луис, два менеджера, GDM, они все время разбирают все карты, которые, возможно, будем играть. Мы знали, что они вычеркнутню, коверпасс. Мы все это смотрели, а потом строили план, и Луис рассказывал их тенденцию, как они играют. И все это наоборот. Скажи, Саш, а вот вчерашнее интервью Флюши, наверное, вы его читали на HLTV.org. Как оно вообще на вас подействовало? Потому что я видел, что Хика вышел и сказал, сейчас мы будем драться. Потому что все так на Флюшу реагируют. Все время они какой-то бред несут, что они питьят или что-то еще, и все время их кармы наказывают. Я помню, что он сказал. Первое, что он сказал про карты, то, что он даже не колил в игре. А про нас сказал, что мы их не боимся, и что мы, если начнем с самого начала хорошо, мы их выиграем легко 2-0. Легко. И вот на сцене Олаф сказал, что... Его спрашивают, как вы готовитесь, готовы ли вы выйти в финал. Он говорит, мы не готовы выиграть. Выйти в финал, мы готовы выиграть чемпионат. Иначе никак. То есть они такие арогантные, высокомерные. Ну и что ты испытываешь после того, как наказал ребят за их слова? Я испытываю, я счастлив, что я впервые в жизни в финале, и что есть шанс выиграть этот трофей. Я очень рад. Очень рад. Саш, ну и вот отсюда еще вопрос по поводу гранд-финала. Вы уже знаете, с кем вы встречаетесь. Команда очень серьезная. Команда тоже готова выигрывать. И наверняка они удивлены результатом встречи Фнатик с вами. Они наверняка хотели встретиться с Фнатик. У вас какие... Какие мысли? Какие планы, какие мысли, да. Также посмотреть. Все их демки и Луис знают, какие карты они хорошо играют. Мы уже точно знаем, что пикнем нюх против них. Они, конечно, вычеркнут. Они против нас пикнут, скорее всего, трейн. И третья рандомная карта... А, мы, кстати, можем это с два пикнуть. Мы просто очень сильно уверены, потому что, как я и сказал, когда мы были на буткемпе, мы выиграли все карты у всех команд. Мы почти не проигрывали. И мы играли с Люминосити перед буткемпом, перед мажором. И выиграли у них пять карт из пяти. На всех картах. И мы очень уверенно подошли к этому турниру и очень уверенно играем. Я рад, что все наши игроки Лайш, Нитро, Джидеев, Фика, они все очень хорошие формы. Саш, скажи, пожалуйста, вот ты говоришь, вы выиграли все праки. Вы в полную силу тренируетесь на буткемпах? Или просто бегаете и пристреливаетесь друг к другу? Никогда. Мы ни разу не просто бегали. Мы все время тренируем стратегии. Например, я знаю команды, которые бегают. Например, Г-2, которые выиграли турнир в Лондоне. Следующая у нас тренировка в следующий день. Мы их выиграем 28-2 на браке. Спрашиваем Яко, что не так. Он говорит, что они все ссорятся между собой после того, как выиграли турнир. То есть мы никогда, ни разу не бегали на тренировках. То есть вы какие-то стратегии, какие-то наработки показываете, да, все-таки соперникам? Нет, все время. Все раунды тренируем, всегда. Ну, это очень-очень круто. Саш, спасибо вам большое. Или вам есть еще что сказать? Да, еще по поводу игры с СК. Все знают, что у вас интересная история с ТАКО. Вы вот как общаетесь вообще между собой? Помирились? Конечно, да. Все время общаемся, здороваемся, желаем друг другу удачи. Всегда. Это просто маленькая недоступность не было в начале. Саня, ты красавчик. Да, Саш, ты... Такой красавчик. Спасибо, спасибо большое. Саш, тебе удачи завтра. Мы будем болеть за тебя и за твою команду. Еще раз спасибо тебе за эту игру, потрясающую удачу. И спасибо за то, что вышел с нами на связь. Если есть что сказать болельщикам, пожалуйста. Да, также привет. Спасибо, что поддерживаете. И всех вас люблю. И спасибо вам, что связались со мной тоже. Все лучше, Саня. Спасибо вам, Сашки. Отдыхайте. И до завтра, до встречи. Пока. Пока. Блин, как здорово. Вообще, да, круто, круто, круто.